Каждый из нас что-то строит, кто-то карьеру, кто-то семью, кто-то и то и другое. Вся наша жизнь это большая стройка, а наша работа за ней наблюдает. Сегодня мы в Керчи, где строят. Здравствуйте. День добрый. Что такое красивое здесь строят? Здесь воссоздают центральную группу ворот Керченской крепости и 12-й Капанев. Красивые ворота? Безумно красивые. Раньше здесь ничего не было. Вообще ничего. Тут была стена и простые железные ворота. Правда? Чем-то напоминали отдаленно крепостные, а сейчас полностью их восстановили. Красота. Ну покажите, что еще есть. Идемте. Успеваете? Да, успеваем. Идем с опережением графика и надеемся, в этом году этот объект мы сдадим. А, то есть вы настолько уверены в своих силах? Да. Да, мы опережаем. А если говорить о сложностях, все-таки объект исторический, вот насколько важно сохранить то, что было до, да, и как идет, вот есть какие-то нюансы в этой связи строительства? Ну, на каждой объекте по реставрации есть свои нюансы, но со всем справляемся. У нас хороший авторский надзор, который нам в этом во всем помогает. Вот в данный момент мы с вами через какие ворота будем проходить? Это главные ворота, которые мы, ну, на 80% воссоздали. Вот. Их практически, ну, перед началом стройки практически не было. И сейчас они закончены процентов на 90, осталось только накрылочные плиты сверху положить. И они будут доделаны. Здорово. То есть, ну, так они и выглядели непосредственно, да, в 19 веке, когда они были построены? Да, да. Это вы на основе киподокументов все делаете? Да, соответственно. Это был проект научный, ну, который по историческим справкам эти все ворота, ну, его создали. В дальнейшем какие планы есть на крепость Керчь? Потому что я знаю о том, что здесь планируют такой какой-то масштабный комплекс именно под открытым небом. Насколько это соответствует действительности? Да, в данный момент согласовывается дорожная карта с Министерством культуры Российской Федерации, где четко прописано, как дальше будет развиваться крепость. Надеюсь, скоро это все согласуется и запустится. Ну, здесь вообще планируют, как бы, рекреационно сделать площадку. Часть зданий приспособить под музей, часть зданий, скорее всего, будут какие-то рестораны, часть зданий будут, наверное, гостиницы. Ну, у нас территория большая, больше 150 памятников. Ну, есть где развернуться. Такой маленький городок будет? Да. Да? Туристический? Да. Здорово. Крепость Керчь возводили тысячи строителей со всей Российской империи. Более того, из казны была выделена рекордная единоразовая сумма в 10 миллионов серебряных. И вот спустя два века, как видите, крепость восстанавливают. Исторический памятник будет сохранен для того, чтобы мы с вами смогли полностью погрузиться в атмосферу прошлого. И на эти цели вновь выделяют космические суммы. Я считала, что во времена Российской империи на ее строительство была выделена какая-то космическая сумма на тот период времени, больше, чем даже на строительство Кронштадта. Насколько это соответствует информации? Крепость Керчь действительно достаточно затратный проект был. Объемы строительства здесь были колоссальные. Только ядро крепости это 2 миллиона квадратных метров. На участке этого ядра было создано больше 300 зданий и сооружений разного масштаба. И разные сложности. Действительно, крепость на конец 60-х годов уже, скажем так, была затрачена почти под 10 миллионов рублей серебром. То есть это колоссальная сумма. Конечно, не больше, чем Кронштадт, потому что Кронштадт дольше развивался, дольше строился. Но единоразовые вливания были, конечно, колоссальные. Основная группа построек возводилась в течение 20 лет, это целое поколение. Отдельные здания и сооружения вплоть до начала Великой Отечественной войны. Даже при Советском Союзе осознавали значимость этого объекта. И буквально за этими воротами была возведена 48-я батарея противокатерная, другие позиции, которые должны были так же, как и крепость царского времени, защитить пролив, Керченский пролив от вероятного врага, от вероятного флота противника. И сейчас мы возвращаемся к тому, что мы пытаемся восстановить сохранившиеся сооружения. Их уцелело достаточно немало, больше 120 комплексных объектов. Ого! А что это, если перечислить? То есть это казармы? Вот как мы, допустим, находимся возле Акбурунских ворот. Казалось бы, простые. Вот это они? Да. Казалось бы, на первый взгляд, это маленькая арка. Нет, это туннельные ворота, которым примыкают караульные помещения, пороховые погребы, встроенные в большой вал шириной почти 60 метров. А, то есть мы вот то, что видим, да? Это такое, как верхушка айсберга. Да, это только фасад. А все самое интересное, вы представляете? У меня даже мурашки по коже идут от понимания того, насколько это действительно монументальный объект. Это ведь была целая система оборонительная. Да, это большой комплексный объект, да, военно-инженерный. Полностью изменена была прилегающая территория крепости. Сама территория крепости изменена была. То есть от первоначального ландшафта осталось очень немного. А если оно сохранилось, то оно приспособлено к какие-то военные цели. Добавок ко всему, даже частично пролив был изменен. Это как это было, в смысле? Он был сужен, в проливе были построены... Специально был сужен пролив? Да. Были построены заградительные дамбы, которые позволяла контролировать более удобно артиллеристам крепости, проходящие сюда по проливу. Эта дамба, к сожалению, не уцелела целиком, но она до сих пор выполняет свою задачу. Пролив достаточно узкий в этой части города Керчи, потому что крепость уже является частью города Керчи. Огромные просто такие сооружения. То есть требуется еще, скорее всего, очень больших-больших... Ублажений, да. Ублажений, массовых вливаний. Ну, то есть, чтобы молодежь, волонтеров было побольше. Чтобы, ну, это надо оставить для наших детей, для внуков, для правдивов. Это история. Это история, да. Это грандиозно. Мы в восторге. Керченская крепость – одно из крупнейших оборонительных сооружений, возведенных в Российской империи. Ее строительством руководил герой обороны Севастополя, знаменитый военный инженер Эдуард Иванович Татлебин. Вот сразу видно, какая личность такое сооружение. 160 лет, а почти как новенькое. Тут нужно сказать, вот так как вы строительная передача, для строительства Керченской крепости был разработан особый цементирующий раствор. Керченский цемент. Он был особого качества. Он участвовал в различных выставках международных. А в чем была его такая особенность? Он сделан из местных материалов на известковой основе, само собой. Но он идеально подходил под местный камень. И в итоге со временем действительно мы наблюдаем такое цементирование, когда раствор и камень настолько хорошо друг с другом сработались, что это превратилось в монолит. Вот так. Этот раствор приемлем для известняка, для, скажем, местных различных материалов. Чуть позже этот раствор, естественно, Керченский цемент уступил портландцементу. Ну и со временем как бы навыки его производства просто были утрачены. Ну как строили на совесть, да? Сколько веков назад. И вот по-прежнему, да, пусть это то, что уцелело, и то, что сейчас бережно сохраняется, восстанавливается, но тем не менее, вот действительно, поскольку качественный и устроенный материал. Крепость достаточно добротная. Как выяснилось раньше, да, в 19-м столетии все было построено на совесть, мягко говоря, потому что был какой-то определенный Керченский даже цемент, который побеждал на всевозможных выставках, его ценили. Вот сегодня из каких материалов строите? И строите ли так, чтобы это тоже продержалось? Последующие 200 лет для нас. Да, 200 лет, как минимум. Да, сегодня проделан большой комплекс реставрационных работ по объекту Керченская крепость. В частности, это компонир номер 12, который позади нас, и главные ворота. Значит, часть главных ворот воссоздается из нового натурального камня, известняка. Часть главных ворот подлежат реставрации, то есть сохранению элементов ворот, как памятника архитектуры. Комплекс реставрационных работ главных ворот включает в себя воссоздание нижней арочной системы ворот и верхних прямых ворот из нового камня. И, соответственно, реставрация старого камня. Значит, проведен комплекс работ по укреплению и никсированию фундаментов существующих ворот и работы по организации отведения воды с крыши, то есть реставрация накровенных плит и воссоздание также недостающих, отсутствующих, разрушенных накровенных плит. Эта дорога куда ведет? Эта дорога ведет к поклонному кресту смотровой площадки, которая, опять же, в будущем будет для посещения туристов. Тут будут установлены бинокли, лавочки, зона для смотровой площадки. А, то есть дополнительную еще решили сделать, да, зону? Да, ну, это состав проекта. Это состав проекта. Ой, слушайте, ну а посмотреть-то есть на что вы. Посмотрите, куда мы пришли. Какая красота. Какой вид открывается отсюда. Потрясающе, конечно. Кто бы мог представить, да, что спустя два века будем любоваться на еще одно, на еще одно монументальное строение. Все это дополнит Керченский мост, который вечером очень красиво горит. Да, очень здорово, конечно. Еще одно монументальное сооружение, которое уже вошло в историю, Крымский мост. Теперь, попадая по нему на полуостров, туристы смогут по достоинству оценить легендарную Керченскую крепость. Ведь строители делают все для того, чтобы... Чтобы сохранить все это наследие историческое для наших детей и внуков. Чтобы Керченская крепость стала достопримечательностью для всех жителей России, и не только России. Чтобы и за границей люди приезжали и радовались. Ну, радоваться, на самом деле, красотой, которая воссоздается. Ну, и музею, конечно, развития, чтобы в дальнейшем, на самом деле, это было точкой притяжения. Потому что есть где развернуться, есть что посмотреть. Очень много объектов. Надеюсь, все это будет сделано в ближайшем будущем. Субтитры сделал DimaTorzok